Всем здравствуйте, это Мария Соловьева и вновь 2 минуты о кино. Вообще, я стараюсь не делать рецензии о таких фильмах, как «Выживший», режиссёры Алехандро Гассалеса и Ньюритес Леонардо Ди Каприо в главной роли по той простой причине, что, согласно американской системе подсчёта рейтинга, негативный отзыв весит даже чуть больше, чем хвалебный. Следовательно, реально отрицательное мнение о фильме – его полное игнорирование. Но в этот раз я решила выразить своё возмущение, которое направлено не столько против самого фильма или того, что вот он такой скучный получился, сколько против фестивальной системы продавливания. Вам не понравилось наше кино? Оно показалось вам занудным и предсказуемым? Ну тогда мы дадим ему три золотых глобуса, и вы все поймёте, что это хорошее кино. Не поняли ещё? Хорошее. Даже когда приходишь на пресс-показы, где фестивалями ещё и не пахнет, тебе выдают целый пук бумаги, где на 60 страницах подробно написано, что ты можешь подумать о фильме, который ещё только собираешься посмотреть. И не дай тебе бог написать что-то, что не является примитивным копирайтом с этих 60 страниц. Эти, сначала казавшиеся такими милыми девушки-администраторы, начинают одёргивать тебя довольно некорректными комментариями по поводу твоей персоны, а затем переходят всякие границы допустимого и откровенно учат тебя писать. Я не могу утверждать, что я великий знаток всего мирового кинематографа всех времён и народов, но немного больше видела, чем среднестатистический администратор, раздающий бумажки на входе. И потому сам факт таких комментариев считаю для себя оскорблением. Другими словами, или ты пишешь как надо, или не будешь писать вовсе. Но я, например, не понимаю, зачем мне писать рецензии, если это реально не рецензия, а переписывание рекламного анонса. Зачем мне вообще это надо? Итак, возвращаясь к основной теме сегодняшнего дня. Я не гордая, к просмотрам привычная. После раздачи золотых глобусов пересмотрела выжившего. Вдруг я действительно не прониклась в глубиной гениальности этого шедевра. Первый раз мне было скучно. Я заставляла себя смотреть. Во время второго просмотра было еще скучнее, потому что накопилось раздражение со времен первого. Отсюда вывод. Три премии за скучный фильм не сделали его увлекательным. Не помогло. Это были две минуты о кино с Марией Соловьевой, о фильме «Выживший». До новых встреч!